друзья еще раз приветствуем вас на первом циничном канале у нас в гостях опять павел уже многим запомнившись и понравившись и сегодня будут некоторые ответы на вопросы от комрадов которые были к прошлому сюжету и соответственно еще по той же тематике поговорим некоторые секреты некий такой инсайт из работы вот даже сейчас с павлом начали разговор скажем так клиенты из властных структур например то есть такая беседа предполагается интересная павел ну тогда наверное с ответов да начнем наиболее начнем с ответа ну вы знаете я никогда в общем-то хейтеров тоже не боюсь вот первый такой момент да все писали что и ты аган и я жирный ну ребят но мы смотримся в зеркало мы это прекрасно это также как вот подходить человеку говорить блин ты в россии живешь спасибо ребят я знаю да вот я как бы не испытываю никакого скажем так стеснения по этому поводу поэтому можете писать сколько угодно я про это в курсе я с этим борюсь скажем так поэтому пожалуйста можно еще хоть сто тысяч раз спасибо поднимайте нас чтобы спасибо и второй момент да такая избытая тема второй момент тоже вот этим всем я не знаю ну судя по всему это женщины потому что женщин видно сразу они палятся даже под мужскими аккаунтами вот помню ты комментировал мы с тобой там мадам одну скажем так налетели как коршуны что у нас нету женщин ну вот я своей девушке говорил что ее нет она не исчезла ребята не работает вот давайте что-то другое я надеюсь может быть как-то исчезнет не исчезает кстати вспоминается вот такой момент немножко наверное перебьюсь как только первый раз приехал в россию вот такое знаешь сравнение ты наверное знаешь идешь первый день до делать какие-то документы но у нас в россии это фмс в польше это ужин опция краевцев то управление иностранцев можно так перевести в вольном переводе ну и в общем приходишь туда да тебе там все подробненько так рассказывают говоришь здравствуйте тетенька я гражданин такой-то страны я хочу там жить дайте мне в общем-то вид на жительство и тетенька тебе дает бумажечку говорит вот принеси мне там 1 2 10 20 там 30 пожалуйста ну и ты все приносишь как бы все очень просто пожалуйста да вот приноси и тебе все сделают здесь же первый день я прихожу фмс это управление я тогда не знал как это российская структура работает вообще то есть я прихожу первая тетушка идет до форме такая тетушка я тетенька я вот иностранец я вот только приехал чем видит она проходит вообще 0 внимания то есть меня нет тебя нет тебя нет вот то же самое вспоминается наверное общем то что-то похожее ну наверное хватит с хейтеров да в общем то больше ничего они не писали это вариации на тему все скажем так избита все известно уже и тебя поливали ничего нового мне не сказали да то есть то же самое у меня жены нет тоже но с которой 10 лет это будет ее нету там целая секта есть неверующих в ее существование ну ты попробуй может быть исчезнет действительно я вот пробовал как-то вот ну что-то не работает наоборот наоборот говорит еще шибанулся дядя совсем уже на своей работе ну ладно оставим эту тему ты знаешь очень многие спрашивали наверное как уехал да вот такие общие наработки я сразу скажу что ребят но это жизнь тут не бывает вот какой-то знаешь схемы до проторенной дорожки что надо делать там шаг один-два-десять-двадцать но не бывает к сожалению тут уезжать только один способ рвать все рвать связи рвать работу рвать контакты по-другому к сожалению никогда в человеческой жизни ничего не меняется вот только кардинально брать рвать и ехать причем если говорить о том да вот за чего скрывать первое время это трудность то есть трудность связанные с языком культурой документами банально те же самые да то есть ты этим всем должен заниматься должен это не просрочить потому что тебя банально депортируют но по поводу по образованию вот скажу на своем опыте да везде там свои какие-то фишки конкретно в польше есть полициальная школа они натыканы в каждом маломальском городе в общем-то даже в самых там минимальных но в общем-то полициально это примерно можно перевести как наше птв но бывший птв колледж но конечно уровень образования там не чита нашему там нету сразу говорю быдло да то есть и можно совмещать работу и учебу в принципе это несложно главное сдавать экзамены там очень такое свободное посещение ну а тем кто хочет как-то в россии ребят но у вас есть переподготовки да то есть онлайн дистанционное образование вам нужна корочка да то есть знаний вам не дадут ни в частном вузе не в государственном да нигде то есть если ты дурак ты будешь дурак с корочкой ну я извиняюсь конечно но как есть то есть корочка мозгов не прибавляет но ты это уже говорил сам да я сам в общем то и был преподавателем небольшой промежуток где-то полгода когда учился в аспирантуре еще в беларуси честно сказать вот полициальная школа и наше образование это это небо и земля это небо и земля и по отношению и по качеству то есть вот ты представь да со мной учились люди на медбрата медсестру то и вот обычная полициальная школа пт-у да она оснащена самым современным оборудованием вот это обычная заштатная пт-у то есть там нету такого что это знаете какой-то там ну скажем так высококлассная да то есть что какое-то показательное что вот у нас есть одно а все остальные там ну полнейшее но нет то есть только так только так но тот кто выбирает для себя этот путь он должен знать что трудности будут трудности языковые и так далее плюс конечно есть некий национализм но конкретно по европе скажу он минимальный ну как и у нас шибанутые есть кто бегать с русским флагом россия для русских там и так далее и же с ним то есть есть и такие но в бытовой жизни ты с этим не встретишься абсолютно нормально с тобой общаются поляки вот допустим доброжелательные спрашивают откуда ты и кстати если ты говоришь хорошо по-польски всегда можно задружиться у меня есть друзья абсолютно никаких проблем то есть нету такого что там кто-то тебе что-то говорит что ты должен уехать даже что самое показательное первый раз я приезжал ну где-то уже давно это было вот это первые дни мои да вот я только приехал мы разговорились с обычным алкашом обычный алкаш вот он сидел просил грубо говоря я милостыню говорю ну вот и мы разговорились то есть ты откуда там я рассказал я из беларуси там уехал и так далее он говорит ну и как-то мы у него спросил а ты вот не испытываешь ко мне злобы какой-то да то есть потому что даже это все раскручивается особенно сейчас что поляки только хотят захватить вот-вот там не сегодня-завтра в крайнем случае послезавтра точно приедут захватят наши поля и увезут наших коров он говорит нет не испытываю ни малейшее не считаю что ты делаешь что-то плохое пожалуйста я всем рад и это обычный алкаш то есть уровень пропаганды то есть пропаганда и там есть безусловно но вопрос того что пропагандировать пропагандировать ненависть к другим культурам к другим расам или пропагандировать у это но более-менее адекватную толерантность почему адекватную потому что я не считаю что наплыв мигрантов это хорошо да то есть разбавление должно быть но до какой-то степени вот я как все таки скажем так дипломированный химик по первому образованию да то есть нельзя постоянно разбавлять раствор ничего не останется живого скажем так но тем не менее вот конкретно в польше да национализм адекватный то есть там нету такого что тебя кто-то отпинает такие случаи бывают я не скрою но дай бог если это раз в год и в общем-то полиция приедет и посадит на бутылку тех кто с тобой это делает то есть никаких заступничество за своих нет там не будет так это не работает то есть вот тут можете быть уверен но это то что касается разницы да вот уехать каждый сам да то есть если вы хотите начать снова да то есть если вы там какой-то условно говоря там ученый и так далее да придется начинать снова а если вы обычный там сварщик электрик да пожалуйста вы найдете работу себе только в лед и работы более чем хватает в любых странах европы открывайте любой сайт конкретно по польше там это аллегра есть есть русскоязычные вакансии есть через координаторов то есть ну ребят с этим проблем нету кто ищет тот всегда найдет может быть сделаем как-то блок конкретно да то есть можно украинцев посмотреть у них очень много скажем так на эту тематику потому что очень много украинцев в польше конкретно ну и в чехии да их везде много честно говоря но в польше как-то такое сосредоточение их поэтому да но единственное что немного подвисните с документами потому что очень большой наплыв мигрантов из беларуси в последнее время к сожалению связи с этими всеми событиями но оттуда вообще валить надо у нас кстати те кто не знает у нас теперь выезд для беларусов один раз только в шесть месяцев и въехать можно один раз только в шесть месяцев и наземных пунктов пропуска ты уже не выйдешь вот кстати тематика которая у тебя и в россию даже нельзя свалить вот был недавно знакомый он шел козлиными тропами на скажем так переходил границу вот так то есть уже но это для граждан да то есть для тех же русских будут а хотя куда там только украину сейчас можно а вот после того что было вот этот самолет там и так далее практически ни для кого нельзя потому что белорусские самолеты сейчас не пускают никуда вот в барселону недавно отменили рейс в польшу отменили рейс то есть практически вся европа там какие-то редкие редкие исключения да то есть туда еще как-то можно то есть сейчас беларусь практически ну или становится изгоем или уже из бои скажем то есть даже в россии вот брест пищатка вот эти с бреста сейчас практически никто не выезжает наземного пункта и кстати я скажу еще не помню вот какая-то область приграничная с польшей но не брестской по моему гродненской ошибаюсь они ввели налог на выезд одну базовую величину то есть это что-то порядка ну где-то тысячи российских рублей то есть свой любой машины берется вот налог на выезд по моему пока только это вот в одной области то есть хочешь выехать тысячу пожалуйста выезжай да то есть идем да здравствует ким ир сэн ким чаныр и прекрасные ребята коммунисты то есть вот таким образом кстати те кто говорят про антикоммунизм я вот хотелось бы узнать а в чем конкретно я не прав вот факты упоротые совки кстати да вот прям у тебя какое-то сосредоточение упоротых совков я прям знаешь узнаю про себя много нового да ты там не жил ты не понимаешь но извините я и в эпоху наполеоновских войн не жил но как-то в этом можно разобраться и я в эпоху тевтонцев не жил то есть знаешь вот чисто зрение логики да вот мне это напоминает примерно такой парадокс вот приходит профессор и говорит ребята откуда вы знаете что прыгать девятиэтажки это опасно но вы же не прыгали а вдруг вот есть какое-то исключение да вот там один на сто тысяч там или на миллион или на миллиард вот ты прыгнешь и останешься жив может вот не сработает сила притяжения но вы же не пробовали да вроде бы с точки зрения логики это для меня выглядит то же самое да то есть сигани с крыши попробуй на себе а зачем пробовать если можно анализировать то есть надо включать мозг но это отдельная тема ты знаешь они меня уже давно закалывают и самое прикольное это вот выяснение сколько же все-таки убил сталин 1 миллион или 999 тысяч 999 это вот очень важно вот если там на 10 человек ты переборщил допустим да или на 100 это все-таки что-то меняет это вот где то есть таким образом ну что ж в общем то такие основные вопросы наверное осветил скажем так повестку дня вот по беларуси рассказал но это лично мое соображение я там не было я не собираюсь потому что потом с выездом будет проблема я не собираюсь там ездить в багажниках или еще как в мешке из-под картошки в россию поэтому пока так ну а теперь наверное продолжим то что мы говорили да вообще знаешь специально да продолжим наверное по специальности ну я прошу всех прощения просто не могу я пройти мимо хейтеров поэтому всем все дал всем все ответил ребята дерзайте те кто хочет уехать всегда есть возможность кстати ты знаешь наверное еще остановлюсь буквально пару секунд займу времени вот многие говорят что про деньги ребят я из простой белорусской семьи у меня мать и отец они рабочие они всю жизнь то есть отец у меня водитель он за баранкой все же сидит вот уже там наверное 30 лет или сколько он уже 40 лет то есть он вот за баранкой сидит да то есть у него там и на фуре работал и так далее мать у меня работает на том же заводе с которого я имел счастье свалить чему не сказано рад тоже там 30 или даже больше лет то есть мне никто ничего не давал в этой жизни пока сам не заработаешь то есть тут понимаешь вот на мое мое мнение что если тебя устраивает такой уровень жизни грубо говоря сидеть в дерьме сиди в дерьме никто же не против да то есть никто тебе нравится тебе нравится там то что тебя давят то что есть переработки то что ты занимаешься в конце концов дебильной ненужной работой никому да то есть условно говоря носишь круглое катаешь квадратное зачем да вот ну пожалуйста сиди то есть работа не пыльная но и платит тебе соответственно но что же вы хотели то если ты хочешь чего-то большего добивайся то есть я не думаю что вот как-то все удивляются этим деньгам 2000 долларов да это не очень-то большие деньги относительно относительно небольшие деньги их можно заработать я вам открою секрет даже в той же россии но надо иметь соображал куда никто же не скажет вот все ждут почему-то кто-то скажет что кто-то открыл колодец деньгами ну кто тебе скажет даже если он где-то и есть тебе же никто об этом не расскажет то есть не будет такого поэтому тут каждый ищет опять же для себя нет универсальных истин вот здесь нет и не может быть каждый соглашается на то что он соглашается ты мог бы работать в налоговой спокойно сидеть гонять всяких бабулек там коммерсов и так далее получать удовлетворение что они тебе шапку вниз кидают там получать свои медики и все но ты выбрал свой путь кто-то выбрал наоборот каждому свое как говорится главное чтобы за нацизм не привлекли